Ё-моё, долбанный будильник, да сколько можно меня будить, я хочу немножечко поспать, что ты будешь делать, так, как его выключить, ё-моё, сколько время, ё-моё, капец, работа, всем привет, ребята, меня зовут Компо, добро пожаловать на моё новенькое видео, ребята, извините, берём моркошку, картошку, меч, а нафиг мне меч, телефон, нафиг мне телефон, мне нужно просто идти на работу, капец, ребята, я проспал работу конкретно, надеюсь, никто этого не видел, всё, типа я был на работе, да-да-да, грядочки, все дела, только проснулся, смотрите, вся деревня уже на ногах, вот это я, конечно, поспал, я что-то такого от себя не ожидал, серьёзно вам говорю, я просто думал ещё где-то, ну, не знаю, часиков 8, где-то так, я ещё могу поспать, но нет, ребята, нифига не 8, время уже целых 2 часа дня, прикиньте, вообще жесть какая-то, ладно, хорошо, я буду прямо сейчас убираться за грядками, это всё равно, это всё странно, подозрись, ну, не мог я просто-напросто взять и проспать. Привет, Компот, чё такой запыханный? Капец, житель, да работаю, я проспал свою, прикинь? Эм, а в смысле, у тебя работа так рано начинается? В смысле, рано, житель, ты чё, с ума сошёл? 2 часа дня. Эм, Компот, ты в этом уверен? Может, у тебя часы спешат? В смысле, как они могут спешить, если они у меня электронные, если они у меня в ноутбуке? Ну, не знаю, потому что по моим часам сейчас только 9.30. В смысле, как это 9.30? По моим часам было 2 часа дня. Не знаю, Компот, не знаю, мои часы точные. Так, житель, погоди секундочку, надо у кого-нибудь другого спросить, ну, чтобы просто понимать, ошибается этот житель или нет. О, у жителя в белом... Житель, 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 извини! Ну, Компот, что такое? А, не подскажи, сколько времени? Сейчас, 9.30. Ё-моё, у меня чё, реально, оказывается, часы спешат, что ли? Странно, а как они у меня могут спешить, если они у меня в ноутбуке? Не знаю, может, я часовой поезд друга выбрал? Короче, как-то это всё странно. Ну, тогда, если у меня другой часовой поезд, то как у них может быть полчаса? У меня целый час. Короче, я просто этого не понимаю. Ладно, пофиг. Главное то, что я могу ещё поспать, потому что капец, как не выспался. Реально, я проснулся в суматохе и сразу же побежал. Всё, ребята, не извините. Я попозже продолжу запись, потому что у меня просто реально, ну, уже глаза слепаются. Я сильно хочу спать. Сейчас нормально прилягу, нормально посплю и вот уже, наконец-таки, нормально проснусь в 12, пойду на работу. Так что, ребята, доброй ночи и я буду спать. Ё-моё, как-то... Чё-то неудобно как-то... Вот так вот лягу. На этом бачке всегда засыпаю. Ё-моё, чё-то как-то не так, не понимаю. Подушку, что ли, сбить надо. Так, давайте уляжемся. О, всё нормально. Всё равно как-то не так, я не понимаю, чё за фигня. Я лежу на кровати, но у меня такое ощущение, что я лежу, будто, не знаю, на какой-то доске. Как-то жёстко, непонятно. Так, погодите, может быть, улечься нужно подушечку вот так вот. Да нет, чё-то явно не то, ребята. Эта кровать какая-то странная. Стоп. Почему эта кровать на мою не похожа? Что-то я не понимаю прикола. Я спал шикарно, нормально, всё было у меня отлично, всё хорошо. А тут откуда ни возьмись. Теперь чё-то как-то неудобно. Аж спать перехотелось. Может быть, одеяло нужно встряхнуть? Не знаю, давайте попробуем это сделать. А, ё-моё! Что? Погодите, а это случайно не сон? Это надо проверить. Вперёд! А, ё-моё, нога! Чёрт! Нет, ребята, это не сон. Нафиг его ещё палец туда проверять это? Так, подождите. То есть, вы хотите... Подождите, я... Я что, на этой кровати всё это время спал и даже не замечал вот этого вот? Да не, стоп. Я вчера менял постельное бельё. Я это бы сто процентов заметил. Этого просто не может... Быть? А там какой-то спуск вниз, ребят. Что это за фигня такая? Она мне ой, как не нравится. Что-то реально попахивает чем-то таким не очень хорошим, я вам так скажу. Ну чё, как вы думаете, мне стоит туда спуститься или нет? Если честно, как-то стрёмно. Ну ладно, раз уж на то пошло, давайте спустимся в этот... Что это? Тайный проход какой-то под кроватью? Я не понимаю. Так, давайте спускать... Ё-моё! Что же за день сегодня такой пугливый и непонятный? Что это такое? Почему это находится под моей кроватью? Это реально какой-то тайный проход. Смотрите, вот я закрыл. Вот, типа, моя кровать. Открываю и вылезти можно. Чё это? А тут прямо под кроватью у меня находятся динамиты. Чувак? С тобой всё в порядке? Ладно, как всегда, задаю тупые вопросы. Это потому что я не выспался. Динамиты? А что это такое? Зачем? Кто это построил? Давайте сразу договоримся. Это не моих рук дело, потому что камера у меня была включена. Вы всё сами видели. И на записи явно была другая кровать. Вы можете отмазать видео в начало и посмотреть. Там была... Это не моя кровать! Я вам точно говорю! Меня подставили! Это фигня какая-то. А это что? Смотрите. Тут такое ощущение, что какая-то дверь. Такая странная рамка. И блоки... Ну-ка, погодите! Ну, конечно! Я за свою жизнь столько тайных проходов открыл. У меня даже целый плейлист на канале есть. Естественно, я тут замечу любой подвох. Не-не-не, ребята, это 100% тайный проход. И он может быть довольно-таки плохой. Чё, мне стоит туда идти? Хотя, не-не-не, я кое-что с собой возьму. Всё, я думаю, вот так вот будет понадёжнее. Так, всё, погнали, заходим. Очень не люблю длинные коридоры. Но, в принципе, он тут не такой уж и длинный. Так, заходим. Тихо! Поворачиваемся. Никого нету. Опа. А это что такое? Какой-то подъём, ребят. Какой-то подъём. Мы сейчас с вами куда-то выйдем. Осторожно. Так, давайте. Открываем! Где я? Где я? А, стоп, что? Ребят, я прямо сейчас нахожусь в доме своего соседа. Соседа-жителя. Но вы все его знаете. Эм, чё? А какого фига? Зачем ему под домом тайный проход, который ведёт в мой дом через кровать? Это всё как-то... Это очень странно! Так, погодите. Давайте-ка выйдем и... Чёрт, дверь закрыта. Видимо, он куда-то ушёл. Ладно, хорошо. Я его подожду, потому что у меня к нему очень много вопросов. Да-да-да-да-да-да-да-да. Сейчас зайду я в свой дом. А! Ё-моё! Капот! Эй, ты чё тут делаешь? Капец, ты меня напугал. Я думал, грабитель залез. Житель, житель, житель. А ты мне ничего не хочешь рассказать? Капец, Капот, я... Я, я... Я же с таким лицом теперь на всю жизнь останусь. Как ты сюда залез? У меня же дверь была закрыта. Как через что я сюда залез? А ты попробуй догадайся. Может быть, через тайный проход, который ты построил? Чёрт, Капот, а как ты его нашёл? А вот так вот. Открыл подземелье, да нашёл тайный проход. Так, житель, а теперь объясни мне, пожалуйста, зачем ты это сделал? Ты мне подкинул скелета туда и динамит заложил. Ты знаешь, как это опасно? Эм, не понимаю, о чём ты. Ой, житель, хватит придуриваться. Я говорю о тайном проходе. Какой скелет, Капот, какой динамит? Я не понимаю, о чём ты. Посмотри, там ничего нету. Вот, иди сюда. Ну вот, смотри. Можешь спуститься, проверить. Эм, погоди, житель. Я вообще-то не о... Не о этом говорю. А это что такое? Я не понял. Как... Какой-то длинный тоннель. Чё, ещё что ли один тайный проход? Чё-то... Погодите, я пока что вообще ничего не понимаю. Мне кажется, что вы тоже ничего не понимаете. Подождите. И куда это ведёт? Какая-то шахта. Что это вообще такое, алмазы? В смысле, что это такое, Капот? Это мой тайный проход в алмазную шахту. Только никому не говори, пожалуйста. Это реально мой секрет, моя тайна. Я нашёл эти алмазы, я хочу их добыть. Да погоди, житель. Да мне пофиг на твои алмазы. Я про другой тайный проход. Про какой другой тайный проход? Ну где скелеты, динамит? Где скелеты, динамит, Капот? Ты тут видишь хоть одного скелета, хоть один динамит? И я не строил никакие больше тайные проходы. Стоп. Если ты не строил, тогда кто его построил? Погоди, а как в него попасть? Я как раз таки попал в твой дом через этот тайный проход. Он через кровать мою ведёт. Чего? Ну-ка пойдём проверим. Побежали быстрее, житель. А то я-то думаю, какие алмазы, что за фигня ещё? Я вообще про другой тайный проход говорю. Ребята, что-то вообще всё очень странно и очень непонятно. Вот, житель, смотри, поднимайся за мной. Вот тут вот у тебя тай... Что? Ну, Капот, ты где? Я чё-то ничего не вижу. Да погоди, житель. Было. Было здесь прям. Прям здесь был тайный проход. Я тебе серьёзно говорю? Я тебе зуб даю? Вот, зуб мой возьми. Серьёзно? Тут, тут был проход. Капот, ты меня пугаешь. Да я житель это... Чё-то сам сейчас только что напугался. Так, погоди-ка, у меня в кровати там тайный проход. Пойдём срочно ко мне. Ко мне домой, я тебе говорю. У меня вот тут вот тайная... Дверь. Капот, я не хочу тебя расстраивать, но ты пробовал обращаться к врачу. Да нет, я тебе говорю. Я не сумасшедший. Тут тайный проход. Прямо под кроватью. Подожди. Как? Как, ребята? Вы же помните? Вы же всё видели? Ребят, скажите честно. Капот с ума сошёл? Да не сошёл я с ума, я тебе говорю. Там тайный проход, спуск, скелеты, динамит. И он вот так вот ведёт, ведёт и прям в твой дом. Капот, в любом случае это как-то всё очень странно. А-а-а! Ё-моё! Житель! 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 Чёрт, с тобой всё в порядке! Что это, чёрт возьми, только что было? Какого фига? Житель! Ё-моё! Это что было? Ребят, мне это совсем не нравится! Это трэш какой-то! Мой дом только что взорвался! Прикиньте, прямо у меня на глазах! Это вообще как... Что? Тихо, 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 тихо! Не, ребята, это уже точно фигня какая-то! И я же говорил, я говорил, что от этого тайного прохода ничего хорошего не получится! Офигеть! Не, ребята, тут явно нужно вызывать полицию, потому что смотрите, что произошло! Всё-таки я был прав, всё-таки я не с ума сошёл! Я говорил этому жителю, что у меня в кровати находится какой-то секретный тайный проход, который ведёт фиг пойми куда! Но, как выяснилось, его житель не делал! Тогда кто? Вопрос остаётся открытым, и я надеюсь, что полиция в этом разберётся! Ребята, я вас прошу о помощи! Пожалуйста, напишите в комментариях, как вы думаете, кто это мог сделать! Возможно, это поможет там с полицией! Что ж, с вами я прощаюсь! Надеюсь, мой сундук уцелел! Там... Не уцелел! Нужно у кого-то попросить телефон, чтобы вызвать полицию! Всем удачно! Спасибо! Всем пока, ребята!